Новая подписка Sony PlayStation Plus вышла 22 июня в Европе. Она подразделялась на три варианта с разной стоимостью и доступом. Многие пользователи обвиняли Sony в халяве, так как данная подписка не оправдала их ожиданий. Другие же хвалят её до сих пор. Так что же на самом деле происходит с данной подпиской? Сегодня я вам расскажу. Всем привет! Меня зовут Яна. Вы попали на канал Леди Вескер. Ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы не пропускать новые ролики, а также не забывайте оставлять комментарии. Я приобрела подписку Sony в июне 2022 года. С того момента прошло чуть больше полугода. И сегодня я расскажу о своих впечатлениях по этому поводу, принесла ли мне покупка пользу и кому вообще надо её приобретать. Моя версия подписки для Турции максимальная. Она включает в себя доступ к мультиплееру, ежемесячную подборку трёх игр, облачные сохранения, плюс огромный каталог разнообразных игр для PlayStation 4 и PlayStation 5. Ну и ретро-игры. Давайте для начала заглянем в PlayStation Plus Deluxe. Я покупала себе версию Deluxe. Тогда через посредника это стоило 2000 рублей. По-моему, где-то так. Точно сказать не могу. Покупала я на год. И что я получила за те месяцы использования? Ну, во-первых, я скачала несколько игр бесплатных, в которые я не играла. Сейчас я скажу, что это за игры. Ну, вот, например, Demon's Souls. К сожалению, я его ещё не прошла, но думаю пройти потом. А что ещё я скачивала? Давайте в нашу коллекцию зайдём. Ниох 2 также входил в подписку. Like a Dragon. Ну, в общем, почти всё, что вы видите здесь, сейчас, всё это входит в подписку, и в это можно играть. Я, как обладатель компьютера, в эксклюзивы PlayStation особо не играла, поэтому для меня это хорошая подписка. В некоторые игры я играю, и мне нравится. Я знаю, что многие говорят о том, что подписка фигня, и что все игры, которые в неё входят, они как бы уже есть у них, они пройдены и так далее. Ну, скажу так, что каждому своё. Может быть, кому-то подписка эта покажется скучной, неинтересной. Ну, а те, например, кто игры не проходит часто, или, например, люди, которые вошли в игровой мир недавно, для них такие подписки самые то, потому что здесь есть множество игр, в которые можно поиграть. Например, вот, Эрика, Лайси Стрэндж, Джаст Коулс 3, Дэвил Мэй Край, кстати, неплохая игра, советую. Вот это я вообще не знаю, что за игра, я впервые её вижу. Какая-то медиативная, походу. Не важно. В общем, игр есть много, поиграть есть во что. Вот даже GTA в Ассити можно поиграть, представляете? Правда, 21 февраля заканчивается доступ, но это уже проблемы тех, кто не успел поиграть. Я бы, правда, не успела. Но не важно. А трилогия? Нет, трилогия денег стоит. Ну ладно. Я бы, кстати, хотела поиграть в Ассити, но это уже другая история. Кстати, ролик я записываю в формате «Говори всё, что видишь», как мне посоветовали некоторые подписчики и зрители. Так что пишите в комментариях, понравился ли вам этот формат. Он лучше того, который обычно у меня. Ну, обычно я пишу сценарий, и потом уже по этому сценарию произношу речь. О, боже. И мне говорят, что это слишком... Слишком как бы как робот. Не знаю. Мне так нравится больше, потому что я обычно очень долго думаю, прежде чем что-то сказать. и у меня не получается много разговаривать, как некоторые любят потрепать языком. Я не любитель трепать языком, поэтому как-то так. Ладно, давайте вернёмся к нашей коллекции. Давайте посмотрим, что у нас в январе, какие игры доступны в январе. Ну вот, например, God of War первая часть, Horizon первая часть, Returnal, которая на ПК скоро должна выйти, Death Stranding есть. Spider-Man, Demon's Souls, даже Days Gone можно пройти. В общем, игр много. Интересных, необычных, если вы в них не играли. Например, если вы купили PlayStation только-только, то вы можете поиграть, ну, купить подписку и играть в эти игры. Вот, я считаю, что для новичков в самый раз подписка будет. Она достаточно хорошая, интересная, необычная. Я хоть и не новичок, но так как я играла не во все игры на PlayStation, не всё покупала, мне подписка нравится, она меня устраивает. Я бы вот поиграла, например, в Якудзу, в прошлом месяце раздавали. И, по-моему, сейчас она до сих пор доступна. В этом месяце Dayl May Cry раздают, но в Dayl May Cry я играла. И в Life Strange тоже. Не знаю, что будут в следующем в феврале раздавать, посмотрим. Также, помимо вот этих бесплатных игр, можно поиграть в триалы всякие. Доступ на несколько часов. Вот, один час, один час, это вообще ни о чём. Last of Passport 1 ремейк вот этот, два часа. Ну, и так далее. Ну, триал это не очень, но если вы, например, сомневаетесь покупать эту игру или не покупать, то можно и поиграть в триал. PlayStation Store. Насчёт PlayStation Store. Если у вас есть PlayStation Plus, то вы можете по скидке покупать игры. Конечно, не все, но некоторые идут по хорошим скидкам. Ну, это надо найти. Где тут эти скидки? Ну, вот, я тут нашла. Не туда зашла. Вот, видите, обычная стоит 64, а не необычная. Со скидкой 28. Это достаточно дёшево. Ну, да, у меня, кстати, турецкий регион, я живу в Турции. Поэтому у меня всё в турецких лирах. Переводите на рубли, будет дёшево, 28 лир. Конечно, скидки на крупные игры тут вряд ли появятся. Может быть, в виде исключения. А так тут, как видите, не очень известные игры, скорее даже неизвестные. Я вот, например, все их вижу впервые, кроме некоторых. Ну, вот, Hollow Knight я знаю эту игру. У меня она есть, но пока, правда. Костелевания всякие. Ну, как видите, здесь какие-то второсортные игры. Не в плане того, что они плохие, а в плане того, что они малоизвестные. Игры месяца. Star Wars The Fallen Order. Прикольная, кстати, игра. Советую поиграть. А это что? Типа Fallout. Можно играть Fallout. 74. Это онлайн. Такое себе. В общем, такой каталог. Необычно интересный. Насчет общего пользования данным каталогом и подпиской. Лично мне зашло, потому что я играла в эти игры. Как я уже говорила, в большинство игр, которые выходили на PlayStation 4, я не играла. Ну, потому что у меня тупо не было денег, чтобы их приобрести. Поэтому мне данная подписка зашла, и я буду продолжать ее использовать. Даже когда, например, она закончится, я, наверное, возьму еще на год ее, потому что несмотря на то, что в играх месяца выходят игры не слишком интересные, ну, например, я в них уже играла, в некоторые, даже в большинство. Те игры, которые находятся в коллекции, вот, они мне нужны, лично мне. Я бы в них поиграла и играю, когда есть время. время. В остальном, если, например, вы человек прожженный и большинство вот этих представленных игр уже прошли, то, наверное, я вам не буду советовать данную подписку, так как она, по сути, вам будет не нужна. Ну, если только вы играете в онлайн, тогда в этом случае да. Насчет Фортнайта, там, по-моему, бесплатно можно играть в онлайн. Поэтому вывод простой, как я уже и говорила. Если вы новичок, если вы особо игр не играли на PlayStation или у вас нет компьютера, то смело берите данную подписку даже на год. Хотя вы можете сначала на месяц взять попробовать, а потом уже продлить ее. Думаю, с этим проблем не будет. Но если вы прожженный геймер, который играет во все игры на релизе, который все знает, все умеет, у которого есть несколько приставок и ПК, тогда я вообще не советую вам брать данную подписку, потому что она вам просто не понравится. Это мои вам советы. Надеюсь, данное видео, оно хоть и короткое, но поможет вам в приобретении или наоборот не в приобретении подписки PlayStation Plus. Спасибо, что посмотрели это видео до конца и пишите в комментариях, как вам такой формат, где я разговариваю и не придумываю сценарий. Лично мне не нравится, но если понравится вам, то я продолжу практиковать данный формат. Всем спасибо за просмотр и играйте только в хорошие игры. Всем пока.